Всем привет! Сегодня речь пойдет про катасетумы. Я уже снимала как-то видео, наверное, скорее всего два года назад, когда я их пересаживала. Но ничего не изменилось. Получилось так, что я в том году их не пересаживала. И вот в этом году, конечно, их обязательно нужно пересадить. Это я, кстати, один горшочек сажала в прозрачный, чтобы было видно, что происходит. Конечно, горшочки маленькие, но так меня учили. Я не сажаю в большие горшки. И вот здесь вот уже начинают расти новые ростики. Как раз время их высаживать. Кстати, у меня один катасетум Black Hole. Он почему-то у меня выпустил новый рост в конце осени. И не знаю почему. Естественно, он у меня тоже не поливался. Он точно так же, как и все остальные, висел у меня под крышей. И вот он сейчас выпустил тоже новый ростик. Я думаю, будет расти, будет, не будет. Не будет мне все равно. Но он, кстати, рост, но очень медленно. Не сильно так съел бульбы свои, поэтому замечательно выглядит. Кстати, у этого не видно еще нового ростика манериары. Я ее, наверное, не буду пересаживать. А тут вот этот большой тоже, конечно. И здесь два ростика. Ну, поэтому буду высаживать. Все подавали, но выдавали мне новые ростики. Поэтому все себя чувствуют неплохо. Все, конечно, сухари-сухари. Ужасные сухари. Ну и пересаживать это все нужно. Я приготовила здесь у меня кора. Я буду садить, как я высаживала, слой мха, слой коры, слой мха, слой коры. Я купила мох. И очень мне понравилась эта посадка. И удобрение медленного действия. И все. Вот я купила такие горшочки. Это, кстати, вот такие вот горшочки. Они побольше. Ну, в таких вот будет расти. Это, кстати, я тоже купила на одной из наших последних выставок. Попробую я. Это, кстати, вот так вот просто вставляется. И все. И можно потом подвешивать, да? Так понимаю, что куда хочешь. И все. И он себе висит. Очень такое удобное устройство. Ну, в общем, посмотрим, как я их приспособлю. Вот такие вот. Так вот выглядят мои катасетумы. Ну, вот я достала одно из горшочка и поняла, что я высаживала в мелкий грунт. Хотя я сказала в начале видео, что я буду сажать в эту кору. Ну, все-таки я поняла, что я высаживала в когда-то мой универсальный грунт. Я это называла. И вот, ой, господи. И у меня состоял, в общем, перлит. Вот такая вот мелкая кора. И уголь. Ну, в общем, я развела опять. Развела, да? Ну, в общем, сделала себе такую коробочку этого грунта опять. И буду высаживать в этот грунт, потому что... Ну, мне нравилось, как они росли у меня. Поэтому я тут, кстати, еще обнаружила... Нужно, конечно, рассматривать очень внимательно. Там растет еще один новый ростик. И, наверное, мне придется... Вот он между этими ростиками. Придется обработать, потому что мне кажется, что вот... Я вот смотрю, муравьи здесь. Здесь вот все-таки есть какая-то щитовка. Или... Это не щитовка. Милибагзы. В общем, мощнистый червец. Или что-то в этом виде. Я так думаю, что это, наверное, все-таки... Ага, вот он и ползет. Ой, привет, дорогой. Ну, да. Ну, в общем, придется их обработать. Хотя вот они были сухие. Вот вы видите. И вот он как раз для видео и вылез. Вот так вот я раздвинула бульбы. И, конечно, я обработаю. От них. Так странно, да? У меня не было ни одного нападения в период роста, цветения. Ну, вот сейчас, потому что они, конечно, спали сухие. И они, видите, как нашли их все-таки. И сделали себе такое гнездышко тепленькое. Ну, ничего. К сожалению, ваша жизнь там закончилась. Поэтому я их, конечно, обработаю. И я обрабатываю. Я поливаю всегда свои катосетумы с головой. Они очень любят полив. И когда они влажные, конечно, ничего не нападает. Ничего... Ну, как бы, не знаю. У меня не присутствовало ничего. Поэтому сейчас, я думаю, что от того, что они ужасно сухие, ну, и появились новые ростики, и вот новые жители моментально их облюбовали. Поэтому я вот так вот посажу в эту сторону. Здесь прилично еще место для нового ростика. Ну, а этот уже как получится. Потому что делить, конечно, этот сухой корм или обрезать я не буду. И садить вот я сухой мох положила на дно. И, конечно, постепенно-постепенно начну поливать, когда уже ростики будут побольше. Это, наверное, получаются самые быстрые посадки. Потому что ничего я не обрезаю. Кто-то обрезает старые корни, кто-то их высушивает, кто-то там их хранит у нас в темных помещениях. Я ничего, у меня вот так вот они просто зимуют сухие. Потом я просто, получается, вытаскиваю и подсаживаю в больший горшок. И все. Корешки вот эти вот, которые сверху, я просто обрезала. Они уже сухие. Мне важен тоже эстетический вид. Поэтому мне нравится, когда так чистенько, аккуратненько. Единственное, что вот были муравьи тоже. Ну, я с муравьями быстро. Я обычным спреем для мух пользуюсь, для тараканов. Кто тут мухи? Мухи, москита. Да, да. Все. Забываю все на английский. В общем, обработаю сейчас. Просто вот эти штыкаем. И все. Чтобы муравьи не поселялись там нигде. Потому что они, конечно, любят устраивать домики. Ну, вот, кто не знает, смотрите. Вот корешки совершенно пустые, сухие. И тут, кстати, я уже обнаружила, какой корешок видно от этого ростика. Такой маленький ростик, а корешок уже, конечно, большой. Вот и верь, да? Жди, когда эти ростики будут 5-8 сантиметров. И тогда начинай поливать. Вот такая вот мелюзга, наверное, 2 сантиметра. И уже такой корешок. И тянется вниз. Хотя там воды вообще не было тоже. Смотрите, что я обнаружила. Вроде бы, да? Сухие корешки. Ну, вот, просыпается растение. И смотрите. Я пока что увидела только 2 растущих корешка. Не знаю. В общем, вот так вот выглядит. Видите? Мох, кора. Вот опять прослойка мхаббала. И опять универсальный грунт. Ну, сейчас я, да, сейчас я, получается, сажаю. Я это уже все, естественно, не разгребаю. Я просто мух на дно. И по кругу у меня идет этот, эта смесь кора, перлит и уголь. А вот нашла еще 2. Бедненькие. Я их, конечно, еле достала с горшочка. Разрезала горшок. Он так плотно-плотно, конечно, не сидели. Ну, растущие корешки, оказывается, есть. Покажу. Последний достала я, конечно, тут он весь оброс. Ну, это клавеси. Вот это клавосетум. Клавеси. Вот так вот они корешками любят обрастать. Конечно, я это все обрежу сейчас. И покажу, интересно, что там. Мне кажется, что там тоже уже корешки такие хорошие. Ну, вот. Почистила, побрила, да, пострелили. В общем, вот такое вот получилось чудо. Тоже 2 новых ростика. У этого уже тоже такие корешки. Это я пыталась, повредила немножко, пыталась цветонос обрезать. С прошлого года он вот так вот передавил. эту новую бульбочку, и я пыталась его обрезать. Ну, немножко обрезала, но полностью, конечно, невозможно туда залезть. тут, кстати, я не вижу корешков. Ну, вот, к концу видео вспомнила, как называются комары, поэтому вот так вот переключается мозг на другой язык, и все. В общем, быстро получилось. Вот такие вот огурчики готовые. Я их опять подвешу все наверх. пока что, естественно, поливать я никого не буду. Ну, всем достаточно места, я надеюсь. Хватит для новых бульб, для нового роста. Пыталась всех так посадить, чтобы, как говорится, всем угодить. Ну, посмотрим. В общем, в общем, да, еще, кстати, наверное, не буду я все-таки обрабатывать. Я так попыталась вычистить палочкой, повычищала этих милик-багов. Как ей, господи, опять нас забыла, вот это не называются. Вот не люблю я вот эти вот шкурки, вот эти вот все чешуйки. Поэтому, единственное, что я попрысглада от муравьев. Ну, надеюсь, что и им достанется. Поэтому обработаю, конечно, когда уже начну поливать, обязательно обработаю. Ну, вот, к удивлению, этот ростик, листики чистенькие. Поэтому, поэтому, поэтому будем наблюдать, как они себя будут чувствовать. Ну, в общем, надеюсь, что все пойдут в рост и все зацветут. Ну, и всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok,